Ну и к другим темам. В Дагестане будут производить напольную плитку и керамический гранит. Строительство такого завода идет в поселке Тюбэкум Таркалинского района. Сегодня инвестиционную площадку посетил премьер-министр Абдусамад Гамидов. В 2011 году амбициозный проект приобрел статус приоритетного. Запустить завод планируется в октябре следующего года. Масштабы строительства оценила Сакинат Малаева. Вот это то, что застраивается? Нет, вот. В небольшом временном офисе завода посвящают в большие планы инвесторов. Всего на осуществление всех задумок отведено 10 гектаров земли. Из них производственные корпуса займут пятую часть. Весь технологический процесс от заготовки начального сырья до упаковки готовой продукции будет автоматизирован. Здесь есть гардероба для лабораторий, куалет для лабораторий, гардероба для инженеров и куалет для туалет. Здесь будет для ремонта сделано. Далее делегация направляется на инвестиционную площадку. Здесь работа кипит. Идёт монтаж технологического оборудования, строительство цехов по производству, сортировке и калибровке продукции. Сейчас просто мы готовим площадку под бетон, под чёрные полы. Основной цех оттуда начинаем и потихонечку будем расширяться и идти дальше. Здесь этот полоса, этот пол должен быть идеальный. Сантиметр разницы не должна быть, поэтому сложная проблема его сделать. Джорджио сегодня, он постоянно здесь, как со стороны заказчика, он следит за этим качеством работы. И у него пререканий к нам нет. Мнение Джорджио ценится очень высоко. Он представитель от инвестора и работает в этой области более 40 лет. Заводы такого уровня ему приходилось строить по всему миру. Обязательный пункт строительства очистных сооружений. Уже возвели стены огромных резервуаров. Строители уверяют, когда заработает завод, использованная вода не будет загрязнять окружающую территорию. А после переработки вновь пойдёт в цеха. Всего на заводе сегодня работает более 100 человек. При выборе кадров предпочтение отдаётся жителям республики. Это правило будет соблюдать и в дальнейшем. Здесь надо работать только в Дагестане. Не нужно ни Турции, ни Таганске, ничего. Масштабный проект, огромные средства и более чем скромное административное здание. Для руководящего состава предусмотрены непривычно маленькие кабинеты. Ну а в остальном есть практически всё. Туалеты, ванны, раздевалки, столовая и комната отдыха для персонала. Результатами осмотра мы остались довольны, потому что поговорили со строителем, со строительной компанией, с представителями САКМИ, итальянской, которые будут поставщиком оборудования. Сегодня всё идёт по графику. Отставания ни строительных работ, ни других нет. Нет. Остался я очень доволен, что всё-таки строят наши, наша строительная компания. И такую оценку получится с итальянской стороны, что наши строители хорошие и могут, и приятно просто на душе. Оказывается, мы тоже, когда хотим, можем и строить, и делать, лишь бы желание было. Завершить строительство приоритетного инвестиционного проекта планируется в октябре следующего года. Сакинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей. Кумтаркалинский район.